что я вожу с детьми со спидом их надо исцелить на просто ну ну духовный давай исцелим объясни формулу чудес где после чего после какой границы начинается чудо или мы имеем право на чудо я просто не знаю никакого выхода совершенный тупик я уверен что господу нравятся такие моменты в нашей жизни ну может быть немножко до сумасшествия может быть с перегибом каким-то но боже мой я же не шучу алекс я один из самых счастливых людей на этой земле мы верим что доживем до дня когда закроем последний детский дом в украине и россии геннадий сказать спасибо это ну ничего сказать просто слава богу что его благодать мне так много сделать в тебе около десяти лет назад церковь добрых перемен в мариуполе предприняла попытку ответить на многолетнюю проблему раздирающую этот полумиллионный город на юго-востоке украины проблему беспризорных детей самое теплое в мире моря щедро поддающий по вечерам у пивных металлурги относительно теплые зимы манили орды бродяг количество которых однажды перевалило за полтысячи подземные переходы рынки вокзалы гастрономы приморские ночные заведения они были везде где могли и делали все что хотели выброшенные за борт общественного корабля без особой надежды на спасение результатом дела начатого искренними дилетантами не имеющими представления о том что и как делать с уличной детворой но убежденными что отсутствие специальной подготовки не может быть оправданием для того чтобы проигнорировать трагедию стал крупнейший реабилитационный проект на территории украины для взрослых и подростков только через центр детской реабилитации республика пилигрим своеобразное государство бывших беспризорников с 2000 года прошло около трех тысяч детей по многим параметрам не имеющий аналогов в бывшем ссср центр своей эффективностью неоднократно привлекал внимание высшего руководства страны александр шевченко продолжает беседу с основателем центра геннадием махненко есть такой стереотип как бы что если ты угоден богу если ты покорился приглашению призыву призванию то твою жизнь как бы автоматически начинает сопровождать чудеса есть такое представление вот о чудесах как будто вот ангелы сами для ноя валили ли я строили ковчег или так как бы вот помогали и в этом как бы чудо вер я вот как-то всегда в себе представлял что чудо как раз ситуации с ноя в другом что он сто лет не сломался под таким прессингом он не сломался я в этом плане я очень и духовный пастор очень и духовный с точки зрения многих чуя вожусь детьми со спидом их надо исцелить на просто одну в духовный давай селим но как-то вот мне приходилось мне пришлось похоронить одного из моих приемных сыновей он умер от спида в 14 это не просто я стоял у него на коленях возле его он тазик с кровью он выплевывал свои легкие кусками развалившиеся ему было 14 и он умирал и конечно я молился за исцеление конечно я просил чудо но она не случилось но самое большое чудо для меня всегда было есть я убежден это чистое евангелие самое большое чудо это не исцеление больного и не воскрешение мертву и не какие-то финансовые чудеса чем сейчас любят много говорить это любовь это любовь я всем всем жаждущим чудес рекомендую прочитать историю с братья карамазовы сейчас перечитываю в очередной раз ну ну упиваюсь просто историю когда старец зосима умирает и все ожидают чудо у православное то есть у пятидесятников свои чудеса у баптистов свои там дальше на слое окажется динаминационный такой спектр чудес вот у православных вот чтоб не вонял вот умер если святой да если святой тлен запах не будет вонево и вдруг святой старец старец-то провонял говорят чудо не случилось и все вдруг ай-яй-яй-яй чудо не случилось а мы думали святой а чудо а про вонял и там появляется этот феррапонда или как приходит вот я говорил не святой чудес нет но чуть позже происходит ситуация когда его ученик алёшка карамазов алексей когда он наполняется огромной любовью к людям и и и там один из персонажей произносит ключевую фразу вот где вот где случилось самое большое чудо это любовь которая переполняет человека и и ведет его по жизни для меня это так всегда я эпиграфом к своей непедагогической поэме взял строки евтушенко он написал это за пару лет до миллениума до двухтысячного года и четыре строчки я прорвусь в 21 век не разорванный по цитатам но рассыпанный по пацанятам на качелях взмывающих вверх он говорит я ворвусь 21 век не просто как переводим на пастор я хочу прожить жизнь не просто чтобы цитировали отрывки из проповеди геннадия махненко вот где-то там он сказал то а вот там он я хочу повлиять на людей я хочу в люди в людей что-то вложить что бог через меня в людей мог вложить и самое большое что моложите за любовь любовь к богу и к людям каждый день в центре детской реабилитации республика пилигрим проходит восстановление десятки подростков самой сложной социальной категории дети подвалов и улиц многие из которых в глубокой наркозависимости вич инфицированы получают оперативную и долгосрочную реабилитационную помощь большинство из официально прошедших через центр детей возвращаются в семьи или интернаты на многих оформлена опека некоторые дети усыновлены наряду с детским центром действует сеть реаб-центров для взрослых начатый при церкви добрых перемен проект благотворительного фонда пилигрим охватил десятки регионов в украине и россии ну а все-таки чудеса случаются если мы говорим о чудесах как о чем-то сверхъестественном то есть есть естественно есть сверхъестественно объясни формулу чудес где после чего после какой границы начинается чудо или мы имеем право на чудо после чего я думаю что основание чуда опять-таки это любовь если ты любишь людей чудо уже есть но если сверху этой любви ты получаешь и что-то в нарушении ну как бы если закона ну вот одна из последних историй мы создаем семейные такие детские дома в которых живу и живут мы живем служители наши живут с приемными детьми и это очень успешно работает но вот у нас есть одна семья прекрасные наши служители которые усыновили вич-инфицированных детей у них они стали первой семьей в украине которая приняла ребенка со спидом усыновила там они своих детей меня они ток-шоу национальный там без табу огромный ток-шоу на миллионной аудитории снимались о них писала пресса приехали все национальные телеканалы чтобы снять ситуацию первый раз в украине усыновляют ребенка со спидом люди но это уже было давно потом они взяли 2 3 4 сейчас у них уже 7 7 ра приемных деток с со спидом и вот одно из чудес два года назад им дали они забрали еще одну девочку которой врачи сказали она не жилец на белом свете у нее спид у нее туберкулез кости у нее в общем они говорят максимум полтора года все она покойник просто чтобы вы понимали вы берете ребенка которого будете хоронить через полтора года они принципиально и на это готовы любовь пусть даже короткое время проживет ребенок но но он будет просыпаться и впервые говорить доброе утро мама доброе утро папа идти кроватки родителей и но но чудо прошло уже больше чем говорили врачи она великолепно себя чувствовать никаких признаков болезни врачи города что такое что происходит но читая твою книгу не не педагогическая поэма дам ты рассказываешь о сверхъестественном когда приехали люди бригады строили ваш центр жертвовали огромные суммы стройматериалы да когда мы имеем право после чего ты имеешь право рассчитывать что бог вмешается сверхъестественным ну я не верю что вот опять же очередность любовь а потом право на чудо потому что когда я видел немало людей или ты хоть мы хотим говорят начать служение детям но мы нуждаемся в чуде да да и тогда мы начнем служить я об этом я говорю ребята начинайте и бог даст чудо это божья очередность написано что идите идите до конца мира и несите евангелие да идите научите все народы и дальше и я буду с вами то есть его присутствие которое периодически себя проявляет сопровождать буду последующими иди люби иди делай иди отдавай себя и и я верю что одна из причин недостатка чудес наших церквях это что мы ну чудеса не зачем я сижу на кресле и зачем мне чудо я и так вот сижу на кресле к чему тут чудо понимаешь но когда ты идешь и и и и ты видишь вдруг а он здесь когда бог среди ночи да мы начали работу с детворой с беспризорниками я задыхался просто мы уже все ну ну капут ну конец все и вдруг среди ночи голос трижды в ночи трижды это мои дети я дам необходимое ты слышишь а я вскакиваю с постели я ну скажем так я рационалист такие вещи в моей жизни я могу пересчитать по вообще пишет что ты даже в депрессивном состоянии да это была депрессия я несколько суток просто мотался в поиске уже уже негде занять не просто занять негде под десять процентов в месяц наше в месяц не в год очень занимал деньги что просто купить продукт гена а почему не бросить бог не помогает чё не бросить это все или ограничиться одним вот значит я я-то и верю что в какой-то момент если мы не ломаемся мы увидим чудо вот мы увидим что потому что меня спрашивает пастор достаточно крупной церкви в америке говорит геннадий мы мы горит хотим открыть такой детский центр как у вас мы сели от посчитали и поняли что мы не потянем у них солидная церковь у них при поле мы не поговорит а как вы вообще это все я смеюсь верю братья не обижайтесь спросили слушайте понимаете есть разница между вами и и нами и мы не считали когда мы начинали ну как же написано строил башню надо сесть посчитать я говорю да я знаю я пастор я помню что там написано но еще кое-что написано написано что по силам руке твое дело делай это божий принцип если божий написано что тот кто в нас может сделать больше всего о чем мы просим и помышляем поэтому когда мы начали работать с детьми мы увидели много чудес наркозависимые подростки уходят из подвалов и просят медицинской помощи в результате тесной работы с наркозависимыми геннадий и сотрудники пришли к выводу что никакие действия всех вместе взятых реабилитационных центров не смогут остановить рост увлечения наркотиками в обществе система наркоторговли совершенно обнаглевшая и открыто действующая в мариуполе постоянно развивалась за счет молодежи торговля велась под попечением сотрудников милиции неприкрыто в одних и тех же местах одними и теми же людьми на протяжении лет несмотря на все требования работников пилигрима о вмешательстве и даже предоставлении работникам мвд конкретных данных каждую неделю в городе хранили молодых людей 80 процентов преступлений совершались добывающими себе средства на дозу решив что смиряться с подобным положением вещей преступно как с точки зрения священного писания так и просто с позиции здравого смысла благотворительный фонд пилигрим пошел войной на наркодилеров все-таки ты пришел к точке но это же отчаяния депрессия тоже отчаяния абсолютно ты можешь сказать что был в очень абсолютно я просто не знаю никакого выхода совершенный тупик и я уверен что господу нравятся такие моменты в нашей жизни и я убежден что богу нравится когда мы вот приходим мы все делаем что можем и что не можем и мы приходим в тот момент когда он говорит мне нравится я называю это улыбкой небо вот знаешь есть и ну ты же отец ты понимаешь как вот есть что то что делает твой ребенок и это так приятно тебе на сердце что это тебя по настоять и ты вот это классно да недавно мой сынуха вытащил свой загажник да он никогда не имел денег в жизни он с пяти лет был алкоголиком с пяти лет пил каждый день и вот ему подарили денюжку он он у него появились деньги и серьезно для его суммой для меня серьезно и он там на него планировал и вдруг я собираюсь в кению в детские дома ехать от пилигрима и он достает и говорит сам батя говорит даст мне когда-нибудь господь возьми купи там мальчишкам то и ты не можешь ты говоришь божий да вернись к этой ночи когда ты был в отчаянии что ты говоришь ты я лег спать и услышал голос это мои дети я дам необходимое я вскочил буквально озираясь вокруг это было ну вот то самое пограничное сознание в котором часто бог не нарушая не давя на человека вроде как как бы можно сказать что и спал но это и не спал я разбудил жену рулена мне только что господь говорил сказал это мои дети дам не при у меня супруга полная вера женщина ведь ну и чё ты трясешься сказал бог даст перевернулась на другой бок и заснула я я я лег спать где-то через полтора часа успокоившись помолившись поблагодарив господа и это повторилось второй раз точно так же если проснулся мои да это мои дети я дам необходимое я второй раз поднялся ничего себе уже под утро там четыре может быть я заснул опять и это повторилось в третий раз это мои дети я дам необходимое уже после этого встав я не спал в пять утра у меня была молитва со служителями я уехал и рассказал им произошедшим эту ночь через трое суток после этой ночи меня взяли за руку и завели к самому крутому бизнесмену страны я осмелился написать просто пастор пойдем пойдем к нему я хочу тебя завести и чтобы ты поврежден я написал дерзкая смелую просьбу я попросил 100 метров трубы там 50 мешков цемента думаю какая наглость но вместо этого директор пожал мне руку вот один из случаев когда бог действует совершенно мир я пожал мне руку он себя позиционировал как атеист в те годы во всяком случае и говорит пастор иди и делай свое дело я ничего не понял со мной выехала свита начальство всякого на волгах приехали прямо туда в заходит пацан заходит одеяло отодвигать вместо двери пацан ватом набито все ну и как вам тут живется все заводское начальство хорошо дядька он у меня лет уже руки вены по заживали следы от наркотиков черта чего то вот я уже не колюсь там две-три недели смотрит у детей вспороты вены и что говорит вам здесь классно классно я запомнил момент я стал за спиной у этого большого босса и он поворачивается мышь мужу мужчины мы стыдимся слез мы бы и и он глаза опускает и говорит разве это классно будет классно начинает идти по коридору разрушенного здания нашего которым мы купили и диктовать свои свите сзади сто процентов штукатурка сто процентов электрические системы сто процентов остекление сто процентов окна сто процентов полы сто процентов крыша сто процентов канализация поворачивается камерет какой вам нужен забор а я уже сознание теряю я не могу понять что происходит какой вам нужен забор я растерялся наш диакон мой бывший друг бывший алкоголь наступает мне на ногу говорит нам нужен хороший забор он правильно с крестами выше христиане с крестами забор через четыре месяца на второй день к нам приехала 60 70 работников куча строительной техники в стройматериалы и за четыре месяца из этой рухляди до из разваленного здания они восстановили нам полностью дом для работы с детьми где-то так на вскидку где-то 150 тысяч долларов это им стоило у меня несколько дней тряслись руки и колени я все не мог поверить в реальность происходящего у меня за спиной была та ночь когда отец небесный сказал это мои дети я дам необходимо любовь служение людям и право хорошо говоришь право на чудо с целью остановить массовую торговлю наркотиками фонд пилигрим церковь добрых перемен и конгрегация реаб центров преображения организовали акцию общественного протеста обрыдло девиз акции вы еще торгуете наркотиками тогда мы идем к вам акция проходила на центральном проспекте мариуполя где в нескольких домах велась открытая торговля трамадолом около тысячи участников прошли по проспекту с транспарантами фотографиями убитых наркотиком молодых людей символическими гробами сопровождение автомобилей с траурными лентами и венками скандируя убийц под суд дети улиц против трамадола трамадол геноцид украинского народа демонстранты провели митинги по адресам где годами процветала наркоторговля среди выступавших были матери умерших от наркотиков ребят бывшие наркоманы это был лишь первый шаг акции которая со временем вышла на городские власти и даже на руководство страны результатом стал арест высокопоставленных сотрудников милиции в мариуполе торговля на многих точках остановились зачем усыновлять ты уже столько послужил зачем усыновлять по какому принципу из этой общей массы ты лично сам отделяешь для себя и в чем здесь необходимость я никогда не планировал никаких усыновлений все началось с того что на меня просто чиновники скидывали детей которых никто не мог взять то есть ребенок в 12-13 лет там без документов с большим подвальным опытом наркотическим опытом зачастую криминальным опытом его он не вписывался в систему и они нашли такой способ говорят пастор давайте мы на вас оформляю какой есть вариант если мы оформим на вас то будет хорошо давайте оформлять и так они стали на меня оформлять детей и оформлять очень быстро потому что количество таких которых никто не брал и вот только такое находится сразу на пастора потому что вот так образовалась так я начал становиться приемным отцом поначалу у меня не было возможности жить с ними вместе уже позже мы смогли начать семейный дом где вместе с ними смогли жить поначалу я в пилигриме с ними там находился день и ночь что значит жить вместе буквально живете по одной крыше ну конечно сегодня уже живем ну как ну расскажи как завтра это интересно приезжают телевизионщики недавно из миссии Эммануил снимать фильм про пастора Махненко ну пастора Махненко некоторые видят все-таки там на экране где-то за кафедрой там слышат там книжку читали да приезжают и заходят в доме к нам вечером приехали ничего не поняли заходят в дом говорят ребята сынам моим приемным сейчас вы разойдетесь по своим комнатам спать и а мы с пастором вот здесь будем снимать они по каким комнатам это и есть наша комната мы здесь все живем и вдруг журналисты медленно начинают смотреть по сторонам и понимать что пастор Махненко спит вот здесь в коридоре возле печки этой в которую в полночи надо кидать закопчено все вот со своей супругой со своим маленьким сынишкой вот здесь в коридоре слева бывшие беспризорники справа бывшие беспризорники и они отказываются это верить потому что они то видят меня по телевидению они видят меня где-то слышат проповеди и они не могут понять это мы живем под одной крышей к сожалению моему сегодня живем в очень грустных условиях чиновники спрашивают пастор вы построили уже несколько семейных домов там хороший дом там же а почему вы вот здесь но я конечно это не нормально это не нормально и я надеюсь что в этом году я планирую все-таки пристроить несколько комнат и наконец-то выделить себе с женой нормальную комнату но это и есть счастье счастье когда мы можем ну может быть немножко до сумасшествия может быть с перегибом каким-то но боже мой я же не шучу алекс я один из самых счастливых людей на этой земле каждому ребенку нужна любовь защищенность ощущение что он не одинок в полной мере это может дать только семья слабую эффективность интернатов подтверждает страшная статистика большинство их воспитанников в конце концов пропадают попадают в тюрьмы скалываются спиваются кроме реабилитации беспризорником необходим семейный очаг являясь одним из идейных вдохновителей акции национального усыновления ты будешь найден основателем нескольких семейных домов геннадий вместе с супругой еленой кроме трех биологических воспитывают еще 29 приемных детей а также участвует в работе альянса украина без сирот это движение христиан церквей и организаций которые объединились с целью предотвратить сиротство в украине статистика потрясает символизмом количество детей в интернатах совпадает с количеством евангельских церквей в Украине 28 тысяч я вчера там в семье были открыл видео своих авриков телеканал интер снимал на днях увидел у меня сердце выскакивает я хочу домой я хочу обнять эти чумазые мордахи чужих мне по плоти детей но они становятся родными ты испытываешь те же самые чувства к ним к усыновленным к приемным детям те же самые чувства как и к родным абсолютно это даже поначалу меня как-то а им им детям насколько это надо если у них есть уже хорошее условие допустим жить в республике пилигрим насколько ребенку это надо это главное что им надо ни один детский дом даже самый замечательный не может сравниться с семьей у них же нет семейной модели они вообще не понимают выпускники детских домов практически мизерный процент создает семьи у них нет модели семьи и поэтому сегодня мы 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 верим что доживем до дня когда закроем последний детский дом в украине и россии если мы в украине очнемся церкви и просто две три четыре семьи в каждой церкви пойдут и усыновят по одному ребенку мы опустошим все интернаты страны за месяц за два это реальность мы плачем сейчас гомосексуалисты скоро придут и начнут усыновлять наших детей усыновлять наших детей я говорю так а что мы ждем давайте заберем детей в наши семьи и пусть приходят гомосексуалисты и говорят а кто здесь крайний за за детьми ему говорят ваш номер там сто тысяч пятьсот какой-нибудь нет детей и ждите и шансов у вас нет никаких и длинная очередь из христиан усыновление это это особое откровение в котором я живу и это великая привилегия и многие-многие мои друзья кто сделал этот шаг они они испытывают что-то особенное недавно жена стива вебера ты знаешь этого служителя и миссия эммануил в киеве она сказала интересную фразу она говорит каждый день когда мои приемные дети садятся за стол мы завтракаем у меня за столом сидит иисус кстати мать терезова это верила буквально это это так и есть это же это же христос в каждом страдающем оставленном брошенном человеке геннадий сказать спасибо это ну ничего не сказать просто слава богу что его благодать могла так много сделать в тебе ну без ложной сейчас скромности спасибо можно и в твою сторону тоже я я настаиваю чтобы это не вырезали из программы мы все участвуем божьем деле вот здесь стоит мой один из моих приемных сыновей первый президент пилигрим он живет в семье сейчас в донецке учится в консерватории которая просила очень просила увидишь говорит алекса передай саша знаешь ну правда просто спасибо вам вот команде ребятам которые трудятся да все всем вы делаете классное дело вы касаетесь судеб людей в том числе и этими вот этой программой тоже поэтому вместе трудимся наш телевизионный проект история протестантизма в России набирает обороты В течение этого года мы планируем проинтервьюировать около 20 человек, чей рассказ ляжет в основу нашего документального фильма. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что одному такой объем работы не под силу. Работает целая команда, приходят люди, добровольцы, которые просто помогают советами, предложениями. Поддерживайте этот проект материально, мы очень нуждаемся в этом. Становитесь рядом, будьте частью целого. Давайте творить историю вместе.